Когда меня об этом спрашивали, вы можете, Евгений Алексеевич, исключить вариант использования Путиным ядерного оружия, несмотря на все очевидные негативные последствия, которые это решение за собой повлечет? Ну, я отвечаю, послушайте, накануне начала войны, я имею в виду широкомасштабной войны, не вообще войны, вообще война началась в 2014 году, а вот широкомасштабное военное вторжение началось 24 февраля, и накануне этого вторжения большинство экспертов с умным видом говорили, и я, Грешин, говорил, что, ну, послушайте, все рациональные доводы против. Будут санкции, украинская армия не та, что была в 2014 году и окажет ожесточенное сопротивление, у нее накопился колоссальный боевой опыт, у российских войск нет никакой серьезной мотивации, а у украинских войск такая мотивация есть, родину защищать, далее по списку. Все так и случилось на самом деле, но Путин все-таки войну начал. Возможно, все то, что предсказывают Путину сейчас в случае, если он осмелится применить ядерное оружие, так оно на самом деле и произойдет, включая, быть может, смертоносные удары неядерным оружием. Мы же не знаем, какие возможности технические есть у американцев. И мы не знаем, взлетят ли эти самые ракеты на самом деле, которые есть у Путина. Может быть, они... Очень запредельно высока. Но, к сожалению, при всем при том, что мы, конечно же, хотим, чтобы не было никакого применения ядерного оружия, мы не можем ручаться. Более того, сейчас логика ситуации и логика, которой обычно руководствуются авторитарные, тоталитарные режимы, говорит в пользу того, что Владимир Путин, оказавшись в отчаянной ситуации, а ситуация у него все ближе и ближе к отчаянной сейчас, он примет решение нажать на красную кнопку. Я вот такую аналогию провожу. Представьте себе Адольфа Гитлера в апреле 1945 года. Советские войска на поступах к Берлину, Западный фронт посыпался и так далее. И вот тут раз приходят к нему и говорят, а у нас есть 50 ядерных зарядов или 100 ядерных, но от вас зависит. Включать их или не... Начинать или не начинать войну ядерную? Вы думаете, Гитлер отказался бы? Да, конечно, нет. Он сказал, конечно, запускайте ракеты. Обязательно запускайте ракеты. И я думаю, что Путин в этом смысле ничем не лучше Гитлера. Он скажет то же самое. Ну, все-таки есть разница между апрелем 1945 и нынешней ситуацией. Ну, во-первых, у Гитлера тогда при всем желании не могло быть там 20 или 50 ядерных зарядов. У американцев, если мне память не изменяет, всего было 4 или 5. И два из них они израсходовали на Хиросиму и на Гасаки. Ну, это гипотетическая, естественно, ситуация. Ну, это гипотетическая ситуация, да. Ну, и потом, в любом случае, ну, представим себе, что по наступающим войскам, либо советским, либо англо-американским, были нанесены эти удары. Это бы не изменило ситуацию на фронте. И гитлеровский режим бы рухнул все равно в течение самого кратчайшего времени. А вот сейчас ситуация немножечко иная. Вы же говорите, что Запад не сможет этому никак помешать. И что тогда? Какие действия может предпринять сама Украина помимо Запада? Я не говорю, что Запад никак не может этому помешать. Может быть, и может. Я говорю о том, что есть, к сожалению, очень большой шанс, что не сможет. То есть нет гарантии, что сможет. Потому что если бы была гарантия, что Запад сможет помешать применению Путина ядерного оружия, вообще никаких проблем не было бы у нас. Все проблемы сразу исчезли бы. Но гарантий таких нет. Гарантии, к сожалению, есть того, что это не гарантировано. Что делать Украине в этой ситуации? Ну, я, во-первых, не чувствую себя, так сказать, вправе давать советы по реальному вопросу жизни и смерти целому государству, Украине. Но я единственное, что могу сказать. На мой взгляд, применение возможной гипотетической России ядерного оружия не приведет к капитуляции Украины. Не приведет. Не будет никакой капитуляции. Более того, как мне кажется, есть один способ решения этой проблемы. И он хороший способ, который мог бы снять все проблемы. Способ следующий. Если бы западные страны, не обязательно США, может быть Франция или Великобритания, а может быть Пакистан, не знаю, предоставили Украине несколько ядерных зарядов и средств их доставки. И в этой ситуации мы получили ситуацию ядерного паритета. А при работающем ядерном паритете не может быть применения ядерного оружия. Потому что если Владимир Путин будет точно знать, что в случае применения против Украины ядерного оружия сразу же, в тот же день, ядерная ракета прилетит в Москву, то я уверен, он задумается и не будет применять ядерное оружие. Вы же понимаете, что вот это, скорее всего, не произойдет. А я не уверен, потому что, понимаете, если будет речь идти о возможности Путин, еще раз, то, что Путин применит ядерное оружие, в тысячу раз более вероятно, если у Украины не будет чем ответить, чем если будет чем ответить. То есть вероятность применения Путиным ядерного оружия резко упадет, если Россия будет уверена в том, что через час прилетит в Москву такая же ракета. Вот если будет железная уверенность в этом, не будут применять, я почти уверен, не будут применять такое оружие. Хорошо. Как вы думаете, когда лидеры стран Запада настоятельно рекомендовали Путину этого не делать, это был блеф с их стороны? Думаю, нет. Думаю, нет. Понимаете, опять же, смотрите, в чем... Не смей это делать, ответ будет для тебя страшным, говорит. Да, и они не говорят, какой ответ. Они не говорят, какой ответ, но намекают на это. Да, вот все как бы принято считать, все почему-то решили, что ответ будет военный удар по российским каким-то объектам или войскам. Может такое быть? Может. Но я думаю, что предоставление Украине ядерного оружия будет гораздо более крутым ответом. Почему? Потому что это... Если Украина будет обладать ядерным оружием, то это опять же как бы выводит Запад за скобки этой войны. То есть не будет необходимости Западу напрямую вступать в военную конфронтацию с Российской Федерацией и подводить дело таким образом к глобальному термоядерному конфликту. То есть Запад... Потому что сейчас же какая ситуация? Россия шантажирует Запад тем, что если вы влезете, мы начнем ядерную войну. А Запад скажет, а я влезать не собираюсь. То есть если вы начнете ядерную войну, то не с нами. Нас в этим не... Вы начнете ядерную войну с Украиной. И Украина будет чем вам ответить, между прочим. Поэтому вы уж там сами как-то разбирайтесь, нас в это дело не втягивайте. А где Украина взяла ядерные заряды, я понятия не имею и знать не хочу. Украла где-то, может. Купила на черном рынке. У Пакистана или у Северной Кореи. За углом в универсаме, как сам Путин говорил. В каждом пакистанском универсаме можно легко купить ядерную боеголовку. Да. И еще один такой момент. Я думаю, что вот как раз может быть что-то подобное и будет обсуждаться на встрече Большой Семерки, о которой вы сейчас вот только что сказали. Редактор субтитров А.Семкин